Все производство живет в полном цикле. От разработки, проектирования до серийного производства, запуска. У нас есть свои лаборатории, в которых мы проводим тестовые. Павел Комаров – студент Самарского университета. Еще в детстве свою жизнь решил связать с IT-технологиями. Считает, что это современное и перспективное направление. Пока что Павел находится в поиске работы мечты, поэтому и пришел на открытие фестиваля «Будущие кадры страны». Конечно же, привлекает возможность познакомиться с работодателем, поговорить с ними лично. Все-таки, как-никак, это намного лучше, удобнее и интереснее, нежели через онлайн-переписку. Здесь собрались представители 30 предприятий из Самары, Москвы, Екатеринбурга, Саратова и других городов. Все они предлагают реальные вакансии, а также возможность пройти практику или стажировку. Студенты все разные. Они учатся на разных специальностях, в том числе и гуманитарное направление, и инженерное, и IT-направление. У каждого свои потребности и свои желания. Конечно же, студент хочет в дальнейшем устроиться на высокооплачиваемую работу, но и самое главное, чтобы она была интересная, и он смог там в полной мере реализовать себя. Вы прирожденный изобретатель и способны воплотить в жизнь любую техническую задумку? Тогда профессия инженера точно для вас. Специалисты отмечают, работа больше подходит мужчинам. Здесь важна внимательность, аккуратность и хорошая физическая подготовка. Сотруднику придется ежедневно работать с приборами, а иногда кататься в командировке. В основном это динамическое оборудование, ротора различные, статоры большие, тяжелые машины, не очень большие, но тоже классные. А потом еще они могут научиться, например, строить план скоростей, рабочих колес, лопаток. Все это дело превращать в железо и смотреть, как среда проходит, делая свою полезную работу, чтобы обеспечить нам тепло, электричество, свет, газ. Желание получить опыт и финансовую независимость часто толкает студентов на поиски подработки. Если эта история про вас, тогда смело пробуйте себя в банковской сфере. Такие компании часто предлагают соискателям гибкий график, так что за успеваемость в УЗЕ переживать не стоит. Можно работать с клиентами в режиме реального времени или отвечать на вопросы по телефону. Мы этому содействуем и, наоборот, очень рады, что наша компания становится местом для старта карьеры и после этого они также у нас остаются, развиваются далее. Для действующих сотрудников у нас, естественно, официальное трудоустройство, большие возможности для карьерного роста, обучение на корпоративных устройствах и много чего интересного. Если вы чувствуете, что сможете заставить себя продуктивно трудиться дома, добро пожаловать на удаленку. Эксперты отмечают, такие сотрудники меньше подвержены стрессу, ведь они экономят время и средства, а также могут свободно планировать свой день. У нас очень яркая, развитая корпоративная культура. В нашей компании можно организовывать любого рода активности. Это могут быть спортивные состязания, это могут быть какие-то кружки по интересам. Киновечера мы также устраиваем. То есть не только работа, но и отдых. По словам специалистов, такие ярмарки вакансий имеют ряд преимуществ. Уже с первых минут разговора работодатель может понять, есть ли у соискателя опыт и серьезная заинтересованность вакансии. На определенных платформах, где они регистрируются, можно написать все, что угодно про себя. Тебя возьмут, если повезет, если проскочишь, но потом окажется тебе очень-очень сложно и в тебе разочаруются. Нам всего лишь достаточно задать пару вопросов студенту, чтобы понять, подходит он к нам или не подходит. Напомним, что в России будет запущен новый национальный проект «Кадры». Он направлен на налаживание тесного взаимодействия системы образования и реального сектора экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Ксения Баканова, Константин Головин. События.